Иоланта погружена в тотальный обман. Она живет во лжи, которую устроил для нее ее отец, король Рене. Мир Иоланта здесь, конечно, предстает как целостный, идеальный мир. И вот как раз очень интересно, здесь есть совпадение с образом розы, которая характеристика постмодернистского времени. Иоланта для меня, прежде всего, это такой образ идеального человека, который имеет в себе целостный духовный мир. И вот в конце оперы, как будто бы счастливый финал, все хвалят Бога за то, что Иоланта прозрела, но в самом деле она теряет вот эту целостность, которая в ней присутствовала от рождения. В этом спектакле, конечно, акцент сделан на визуальной стороне дела, на визуальных метаморфозах, на метаморфозах пространства. Потому что задача этого спектакля была в том числе найти некое пространство, сценическое, в котором про титуру Чайковского зазвучало бы. Про потерю собственного мира, жертва. И эта жертва приводит ее к очень серьезной вещи, к глубокой молитве. Очень интересно слышать интонации из разных опер, когда звучит оркестр. Пиковая дама. Онегин. Вот так вот интересно. Она очень сложная вообще, опера. даже не сколько по драматургии, сколько по внутреннему своему замыслу. Вот эта монтажная структура, которая не предполагает никаких люфтов между номерами, как в любой другой опере Чайковского, например, того же, Пиковая дама и Евгения Янекина, понятно, что они внутренне процессуальны, но они все равно идут через остановку музыки. И «Алланты» — это фильм. Потому что это вот ровно, она построена вся на монтажных склейках без остановочного звучания музыки. У Марата это все трагично заканчивается. И я с ним здесь согласна. Это гораздо глубже, нежели то, что я привыкла исполнять и то, что привыкли слышать люди. Марат Гацалов, режиссер, сделал довольно-таки интересную историю. Отсутствие каких-либо декораций на сцене и в то же время присутствие декораций. Честно говоря, для меня очень интересно вот это. Здесь как раз-таки и выступ выходит на первый план качество исполнителей, насколько в предполагаемых обстоятельствах ты можешь сделать глубинный и полноценный образ. Розы больше нет, остались лишь ее имена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok